С 2012 года по 2016 год. За это время были проведены ряд мероприятий. Это встреча с гражданами, где обсуждались насущные вопросы, где мной были сделаны запросы в различные службы по тем запросам, которые делали граждане. В частности, в администрацию Краснокамского районного отдела образования были вопросы. В отдел ГИБДД вопрос стоит у нас о лежачих полицейских, потому что трасса очень насыщенная по центральной улице, и жители просят положить лежачие полицейские в целях безопасности. И также вопросы по детям дошкольного образования, их куда-то устроить и так далее. На все эти вопросы были даны исчерпывающие ответы. Также мы встречались с младшим поколением, благодаря содействию директору школы Валерии Паевичу, о морально-нравственном воспитании молодежи, о популяризации здорового образа жизни. Тоже хороший большой отклик. Много мероприятий культурных, спортивных, где была оказана посильная помощь спонсорская. Также мы не обошли вниманием и старшее поколение. Взяли за правило вместе с Советом ветеранов это поздравлять юбиляров. То есть 80, 90 и даже поздравляли женщин со 100-летним юбилеем. Было охвачено это в средствах масс-формации, в газетах. Было очень приятно, что человек, я как бы показывал детям пример, в таком возрасте остался в здоровом духе и в здравом уме. Прекрасно. Да. То, что касается непосредственно помощи, то, что оказывалось, то, что можно было оказать, это хотелось бы выделить директора ООО Гидры Солежкова Александр Иванович, который по просьбе директора школы Валерия Паевича обратился ко мне, помочь восстановить дорогу. Вот мы можем видеть, который во время затопления, она переливалась, вот было грязно, и детишки не могли подойти к автобусам, которые не могли подъехать. И, соответственно, было выделено где-то 200 тонн инертных материалов, обогащенной песчаной горельной смеси, составляя где-то около 60 тысяч рублей. Было уложено, и теперь вы можете видеть, что можно круглый год подъезжать. То есть, ему отдельная благодарность, что пошел на встречу. Ну, также, что касается работы в целом, хотел бы поблагодарить представителя Советского Совета, Никишева, и нашего секретаря Совета, Алексея Александровича Горбачева, за содействие в работе. Ну, и, конечно же, главу администрации Гельмулин Аразив Матрубович, который все время держит руку на пульсе, помогает во всем. И последнее то, что был наказ, это все-таки помочь сельским клубам, который такой вопрос у нас бородой. Наконец-то он сдвинулся с места, и на последнем, значит, собрании, которое проходило больше 6 часов, было принято решение, все-таки обращение граждан в клуб, в здание столовой, попробовать его там сделать. Ну, то есть, в этот вопрос сейчас он решается. Разрешили перевезти их, корт отличный, и слова благодарности ребятишек музякских. Хотел тоже поговорить Совет ветеранов. О всех чайных людей можно было узнать не просто на скоком, а непосредственно в домашнем кругу, и уже потом обратиться или к главе администрации, сельскому поселению, главе администрации района, узнав проблему изнутри, и спокойно решать, потому что люди любят, когда внимание, когда их можно услышать и уделить им какое-то время. Продолжение следует...